Вчерашняя оперативка в правительстве Республики Башкортостан была короткой как выстрел и почти бессмысленной, но я умудрился выудить из нее хоть какой-то смысл и хоть что-то интересное. Хабиров пребывал в отличном настроении, улыбался, сообщил, что безумно рад видеть всех в зале. Была причина такому хорошему настроению, об этом мы поговорим чуть позже. Начал Хабиров с того, что объявил о назначении госпожи Панчихиной, уполномоченной по делам защиты детей. Честно говоря, я давно с формировавшимся отвращением отношусь к госпоже Панчихиной после одной истории с одним кинофестивалем, когда она у меня на глазах завела в штат этого кинофестиваля практически всю свою многочисленную родню. Ну да ладно, дела давно минувших дней, однако, как говорится, свое представление об этом человеке я сформировал, вряд ли его изменю. Если кому интересно, расскажу. Ну, в общем, Панчихина теперь у нас будет заниматься защитой прав детей. Также Хабиров с радостью и восторгом, как обычно, поведал нам о том, что индекс промышленного производства в Башкирии неуклонно растет и прибавил 4% за 8 месяцев 2021 года. Напомню, что индекс инфляции в стране превысил 4% за тот же период, соответственно, можно ли считать вот эти показатели ростом или просто компенсацией инфляции, я точно не знаю. Упомянув о заседании антиковидного штаба, Хабиров во вступлении отметил, что необходимо ужесточить масочный режим, в том числе в транспорте и в торговых центрах. А также Хабиров сообщил, что он планирует съездить в Казахстан буквально вот завтра-послезавтра на два дня, причем встречи там состоятся на самом высшем уровне. Хабиров планирует встретиться с президентом Казахстана, с премьер-министром Казахстана и многими другими большими людьми Казахстана. Ну, в общем-то, участие Хабирова в этой поездке, которая планировалась довольно давно, не планировалось. Хабиров не должен был ехать, должен был ехать Назаров и его команда, но вот, значит, получилось так. Что же такое происходит с Хабировым, непонятно, но из следующего заявления Радия Фаритовича в своем вступлении стало понятно. Дело в том, что с 22 по 26 сентября Радий Фаритович в послевыборный период, выдохнув с облегчением, умотал в любимую Австрию, отдыхал там с удовольствием в выходные. Все это было как бы обставлено тем, что как будто бы он поехал с делегацией на Евроволдскил. Ну, вообще, конечно, это бессовестная история, ездить на всякие спортивные и околоспортивные состязания за счет бюджета республики. Суть по всему, ездил он совсем не один, с целой командой. Приехал просто вот улыбка до ушей. Ну, понятно, отчий дом посетил. Все больше и больше говорят про Хабирова как про вахтовика, который здесь тяжким трудом зарабатывает на жизнь, а родина его там, в Альпах, рядом с Венской оперой. Ну, в общем, вот как-то так. Примерно где-то рядом находится и поездка в Казахстан. Судя по всему, пребывать в Башкортостане долгое время Хабирову невыносимо, ему хочется вот как-то вот метаться от Австрии до Астаны и вот хоть как-нибудь скоротать свой вот этот губернаторский срок в разъездах, собственно, в разъездах за наш с вами счет. Следуя давно сложившемуся сценарию оперативных совещаний, первый вопрос был о мерах по борьбе с ковид, и доклад делал заместитель Забелин Архматуль Назад Салаватович, который поведал нам о том, что число заболевших в республике уже перевалило за 65 тысяч, за последние сутки опять рекорд 370 заболевших, про умерших традиционно Минздрав у нас не говорит. Важную информацию в этот раз сообщил нам Архматуллин о том, что коечный фонд исчерпан в республике Башкортостан, и судя по цифрам Азата Салаватовича, сейчас в ковидных госпиталях находится на 99 человек больше, чем там расположено коек. Где лежат эти несчастные, непонятно, но в общем вот это тревожный факт, и о нем еще в дальнейшем говорили. Судя по всему, количество ковидных коек будет сейчас резко увеличено, мы наблюдаем воочию, наблюдаем сейчас ту самую четвертую волну ковид-19, которая накрыла республику Башкортостан. Говоря о вакцинации, Азат Салаватович, заместитель министра здравоохранения, признал, что вакцинация практически остановилась, топчется на месте. Вакцинировано первым компонентом 1 миллион 269 человек, вторым компонентом полностью вакцинировано 1 миллион 160 тысяч человек. Это очень далеко от показателя в 2 миллиона 400 тысяч человек, которые мы должны достигнуть к 1 ноября. Это тоже не выполнение плана к 1 октября, там должно было быть вакцинировано 60% взрослого населения. В общем, мы буквально через 2-3 дня можем говорить уже как о факте, о том, что вакцинация в республике Башкортостан провалена, федеральный план не выполнен, и команда Хабирова не смогла мобилизовать административный ресурс на то, чтобы вакцинировать население. Вот выборы провести, у них хватило сил и мобилизации средств, денег, напора и так далее, а вот вакцинировать население они не смогли. Комментируя ковидную тему, Хабиров сделал еще одно важное заявление. Оказывается, в республике закончились бесплатные лекарства, которые должны были выделять для ковидных больных, которые лечатся амбулаторно. Вообще, на самом деле, эта ситуация не вчерашнего дня. Хабиров строго сообщил, что прямо у него все время просят руководителей медицинских учреждений помощи срочно Хабиров поручил Минфину без очереди прямо сейчас оплачивать все вот эти заявки. Хабиров установил план 50 миллионов рублей в неделю тратить на вот эти бесплатные лекарства, хотя эксперты говорят, что необходимо порядка 200 миллионов рублей каждую неделю на это тратить, но у него осталось только 50. А также Хабиров поручил развернуть и увеличить количество коек до уровня прошлого года того же периода, то есть до количества примерно в 6,5 тысяч коек. Хабиров что-то там еще рассуждал про удержание поликлинического звена, что нужно какие-то там автомобили выделить. При этом сказал, что строго сказал, глядя в зал, видимо, ища глазами Ахмадинурова, что волонтерская помощь сейчас не нужна. Видимо, он помнит, во что вылилась эта вся волонтерская помощь, какой шабаш, вакханалию и потерю бюджетных средств. В общем, Ахмадинурова уверенно не беспокоится. Тут же Хабиров поручил максимально сократить все массовые мероприятия. Правильно, выборы прошли, там всякие уолт-скиллы и прочие, значит, там, вот эти бесовские мероприятия закончились, можно все сокращать. Кстати говоря, на следующей неделе у нас запланировано мероприятие под таким милым названием «Почему свой вертолет – это удобно?». Мне интересно, вот теперь этот форум будет прекращен или нет. И, к слову сказать, прямо с оперативки Хабиров отправлялся на транспортный форум, который проходил вчера в понедельник в эфир. Вот этот диссонанс и эта разница между словами и делами, да, то есть вот он сидит и грозно говорит о том, что нужно прекращать массовые мероприятия, прекращать собираться в одном месте, и тут же отправляется на вот этот вот форум, причем форум можно было не начинать на самом деле. Про РЖД, про провозы, про то-се, вовсе не про электротранспорт, вовсе не про автобусы, вовсе не про там низкопольный транспорт для городов и сел, да, а вот про РЖД, ну надо было, надо, потому что РЖД. В общем, конечно, вот этот диссонанс, он, ну, все больше и больше бросается в глаза. Завершая тему ковида, дали слово Анне Андреевне Казак, которая сообщила нам тоже о довольно противоречивой истории, о том, что карантин введен в 279 школах в республике Башкортостан, из них 81 школа в Уфе, и она составила там при помощи своих инспекторов за прошлую неделю аж три протокола на граждан за отсутствие масок. Ну вот по поводу школ, это очевидны двойные стандарты. Или закрывайте все школы, или перестаньте об этом говорить. Потому что уже Казе понятно, не только Казак, но и Казе понятно, что школы являются источником вспышек ковида, и не обязательно среди самих учащихся, но школа это некий обменный пункт, куда приносят и разносят этот вирус. Ну, Анна Андреевна, у нас, как говорят у нас теперь в СМИ, находясь в сговоре с Хабировым, придерживается вот такой вот бактериологической политики. Второй вопрос оперативки. Традиционно ситуация в ЖКХ на дорогах ИЧС. Не было на совещании Алана Викторовича Морзаева. Отсутствовал по уважительной причине. Дочь замуж выходила, как говорится, дело святое. И его замещала и выступала от его имени, от имени ведомства, Голованова Ирина Александровна. Собственно, Ирина Александровна поведала нам о том, что 100% администрации городов и районов приступили к подаче тепла. На сегодня подключены 98% многоквартирных домов и 99% соцобъектов. Не подключены только те, кто отказался от подключения к теплу. Есть и такие, ну, по крайней мере, по мнению Головановой. И там, где случились экстренно, случились какие-то аварии и, значит, разрывы теплотрасс, всего в Уфе не подключено на вчерашний день 212 многоквартирных домов. То есть по причине вот либо отказа, либо случившейся аварии в последний момент. Ну, тема отопления болезненная, помните, там, правилы в бок. Хабиров строго спросил Грекова, почему 212 домов в Уфе не подключено. Греков бодренько доложил, что 147 домов – это дома-отказники, где жители готовы умереть от холода, лишь бы не платить за тепло. А в 61 доме вот случилась там аварийная причина и так далее, и так далее. Если 147 сложить с 61, то получается 208. Куда делись еще 4 дома. Греков умолчал, но я полагаю, что он просто считать не умеет. Вот честно. Судя по тому, что он делает, говорит и как он себя ведет, человек просто не умеет считать. Ну, это мое, конечно, субъективное предположение, но в любом случае учебник арифметики было бы недурно прикупить главе города. В рамках того же вопроса докладывал, как обычно, министр транспорта и дорожного строительства, который у нас никогда не говорит о дорожном строительстве, да и о транспорте, собственно, говорит он редко, он нам сообщает статистику ДТП. Мне кажется все-таки, что Александр Владимирович Булышев, он как-то на полставочки где-то там в ГИБДД подрабатывает. Интересно, есть ли у него вот эта полосатая палочка и колымет ли он по ночам на своем любимом перекрестке, я не знаю. Но рассказал он нам о том, что за прошедшую неделю случилось 74 ДТП, в котором пострадало 74 человека и погибло 15 человек. Итого за 2021 год у нас 352 человека погибло в ДТП, на 26 больше, чем за тот же период прошлого года. И мой прогноз смертей на дорогу в 2021 году это 500 или более человек. А вот третьим вопросом был интересный вопрос. Назывался он развитие проекта Уфимское забелие. Докладчиком был мэр Греков, и я, честно говоря, с интересом воспринял эту тему, потому что и мне, и многим непонятно, что там творится в этом забелии, что планируется. Очень много об этом говорилось, но никто толком и детально не рассказывал. К сожалению, Сергей Николаевич тоже ничего нам толком и детально не рассказал. Рассказал он нам о том, что он планирует, вернее, город планирует, или он планирует, я не знаю, кто из них там планирует, пользуясь федеральной программой «Стимул» привлечь в забелие 8 миллиардов рублей для строительства инфраструктуры. И, по его представлению, там в забелии будет построено порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, где будет проживать 400 тысяч человек. Ну, вообще, мы слышали на эту тему несколько цифр. Мы слышали 16 миллионов квадратных метров, мы слышали 20 миллионов квадратных метров. Вот теперь Греков называет цифру 10 миллионов квадратных метров. Я не знаю, ополовинил ли Сергей Николаевич планы своего начальства, или просто он не в курсе был и что-нибудь там, как обычно, с потолка брякнул. Но, тем не менее, довольно кратко он рассказал, без деталей, без названия подрядчиков, фирмы и так далее. То есть, сообщил он нам о двух этапах. Первый этап – это 2021-2024 год. Он планирует вложить в 8 миллиардов рублей, те самые 8 миллиардов рублей, в инфраструктуру для строительства 4 миллионов квадратных метров. Имеется в виду под инфраструктурой – это водоводы и канализация. Умолчал Греков о энергомощностях, откуда они там возьмутся и кто будет снабжать вот эти 4 миллиона квадратных метров жилья прочей энергией, не знаю. Второй этап – 2024-2027 год. Еще 8,5 миллиардов рублей будет вложено и будет построено еще 6 миллионов квадратных метров жилья. Ну, во-первых, настораживает. За 8 миллиардов строим 4 миллиона квадратных метров, а за 8,5 строим 6 миллионов квадратных метров. Это первый вопрос. Потом, 27-й год, 6 лет. У нас за этот год строим материалы чуть ли не вдвое выросли. А вот у Грекова все бьется, да? То есть, вот такие планы на таких цифрах сейчас строить по меньшей мере наивно. Ну, у Сергея Николаевича вполне себе получается. Я все больше и больше разочаровываюсь вот в этом выборе Грекова. Зачем, откуда он вытащил этого Грекова, абсолютно непонятно. Все стонут, все… Ну, кто стонет, кто смеется, кто хватается за голову. Ну, тем не менее, вот этот Петрушка у нас все время на арене цирка. Грекова выслушал краткий, как выстрел, доклад городоначальника Уфы и сказал следующее, цитирую Хабирова дословно. «Эксперты мне сказали, что там еще больше можно строить. Проблема в том, что проекты посчитаны по старым деньгам, и поэтому надо еще денег просить у федерального правительства». Конец цитаты. Вот, видите, даже Ради Фаридович знает, что за два раза по 8 миллиардов рублей нельзя построить сегодня 4 миллиона квадратных метров, а через 6 лет аж 6 миллионов квадратных метров. Даже Ради Фарид знает. При том, что наш глава не самый способный человек по части экономики, но ему уже это стало доступно. Ну, судя по всему, все мега-проекты Хабирова, как он выразился, не очень хорошо посчитаны. На тоннель «Восточный вейст» мы уже просим дополнительные 16 миллиардов рублей. На «Забелие» вот-вот будем просить, потому что действительно нереально в те же деньги уложиться. Еще 124 дома стоят недостроенных, и дом РФ вместо того, чтобы финансировать достройку, сейчас судится с мэрией нашей, вот с этим Грековым судится, потому что Греков дому РФ задолжал 400 миллионов рублей. Ну, там, через свои муниципальные учреждения. Вот здесь как-то все очень неладно у нас с деньгами становится в республике. Дом РФ должен нам помогать дома достраивать, а он из нашей мэрии деньги выколачивает. Ну, в общем, короче, надо срочно отправлять Грекова в магазин «Знания». Пускай он бежит, покупает. Можно в двух экземплярах купить, один себе, один дорогому Радио Фаритовичу. А пока Греков бежит за учебниками, пожалуй, надо притормозить раздачу денег и золотоносных участков своим дружбанам и всяким разным певцам ртом, а то того и гляди, у нас в казне вообще ничего не останется. Четвертым вопросом шел вопрос о работе бизнес-шерифов и развитии малого предпринимательства. Вообще вот эта тема мучительно, бесконечно повторяется одно и то же. Выходят на сцену разные персонажи. То Бойцова была, то сейчас вот этот Фазылов Нияс Мансурович. Чем-то они даже похожи, комплекция, еще чем-то. Вот это все, вот эта помощь нашего дорогого Радио Фаритовича и правительства Республики Башкортостан малому и среднему предпринимательству выглядит как какое-то постыдное действие, что-то на вроде выдавнивания геморроя. Но что делать? Приходится помогать, как говорится. В общем, Нияс Мансурович рассказал нам, что количество субъектов, как он выразился, малого и среднего предпринимательства стремительно снижается в Башкирии и составляет на данный момент 122 тысячи единиц. Правда, Нияс Мансурович полагает, что малый и средний предприниматель постепенно превращается в самозанятого, каковых у нас аж 580 тысяч человек. Вот эта цифра, правда, большая. 580 тысяч самозанятых. То есть, Нияс Мансурович полагает, что практически каждый восьмой житель Башкортостана это самозанятый. Вот я лично сомневаюсь, что это действительно так. 8,4 миллиарда рублей республике удалось выколотить налогов вот в эти ковидные времена из малого и среднего бизнеса. При этом 1 миллиард рублей были потрачены на поддержку малого и среднего предпринимательства в республике Башкортостан. Это в 2021 году. Очень интересно понять, на что был потрачен этот миллиард. Помните, там Бойцова миллиард с хвостиком пустила по ветру, помогая, значит, малому и среднему бизнесу при помощи каких-то листовок, танцев, песен и плясок в доме книжка в Черниковке. Собственно, Нияс Мансурович не сильно отличается от госпожи Бойцовой, потому что из 1 миллиарда рублей, которые он тратит на поддержку малого и среднего предпринимательства, 303 миллиона рублей он раздал в виде кредитов, остальные деньги просто были проедены. Вот теперь, сами посудите, соотношение 303 к 697. 303 раздали в виде кредитов, 697 проели и стратили на себя дорогих. Вот, собственно, все, что мы должны знать о поддержке малого и среднего бизнеса. Один к двум. Ну, про бизнес шерифов тоже поговорили, конечно. Нияс Мансурович измеряет эффективность бизнес-шерифов, их работы, количеством совещаний, каковых за 8 месяцев 2021 года было проведено 1859. То есть, чем больше совещаний, тем больше эффективность работы. Ну, хотя бы понятно, очень внятно, бизнес-шерифы в среде чиновничества могут считать себя счастливыми людьми, потому что для них очень понятно очерчены критерии их эффективности. Чем больше заседаний ты прозаседаешь, тем лучшим бизнес-шерифом ты будешь считаться. Пятым финальным докладом оперативного совещания был, на самом деле, такой неприметный, но, пожалуй, что самый важный доклад на этой оперативке. Данные, которые мы получили в ходе этого доклада, это важнейшие данные для понимания всего, что вокруг нас происходит, с точки зрения понимания процессов капитального ремонта, процессов сноса ветхого жилья, процессов отопления и прочего-прочего. Потому что в этом докладе речь шла о результатах проверки готовности многоквартирных домов к отопительному сезону 2021-2022 годов. Доклад делал председатель Госкомитета Республики по жилстроенадзору Андрей Владимирович Агапов. Собственно, почему я уделяю такое внимание вот этому докладу? Потому что из этого доклада мы почерпнули статистические данные о состоянии многоквартирных домов в Башкирии. Так вот, Андрей Владимирович сообщил нам, что всего в Башкирии 17942 многоквартирных дома. Из них 5382 находятся в Уфе. И далее он сообщил нам сведения об износе домов. 169 домов имеют износ более 70%. 265 многоквартирных домов имеют износ от 66 до 70%. А дальше очень важная цифра. 6279, то есть практически треть домов имеют износ от 31 до 65%. Диапазон износа, конечно, Андрей Владимирович поставил весьма лукавый. Но тут мы можем примерно усреднить и понять, что примерно треть домов в Республике изношена на 50 и более процентов. И только 11 тысяч домов имеют износ от 0 до 29%. То есть что-то более или менее удобоваримое. Всего 18% домов у нас в Республике можно отнести к категории «новые». Есть примерно 3% домов, которые уже, ну, очевидно исторические дома старше 76 лет, но их всего 3%, это всего 562 дома. Основная масса домов в Республике Башкортостан, 43% на квартирных домов, это дома постройки в период с 1971 по 1995 год. Примерно 36% домов построены в период с 1946 по 1970 год. Очень печальная статистика, на самом деле. Агапов сообщил, что 40% домов в результате их обследования находятся в неудовлетворительном состоянии. В общем, конечно, вот исходя из этих цифр, надо понимать те процессы, которые происходят у нас в жилищно-коммунальном хозяйстве. Пожалуй, что без какой-то, ну, грандиозной государственной программы преодолеть вот эту картину не удастся. Текущими ремонтами, там, вот этими программками по замазыванию подъездов самой дешевой краской, наверное, не обойтись. И боюсь, что в ближайшее время нас ждет понарастающей целая волна аварий, которые, ну, неизбежно следуют за вот подобным обветшанием жилья. Если 40% жилья находятся в неудовлетворительном положении состоянии, а 36% построены до 1970 года, это, конечно, очень настораживает. Я думаю, что мы довольно часто будем возвращаться и соотноситься вот с этой статистикой, которую огласил нам Агапов. Это, конечно, тяжелое наследие, как говорится, прошлого периода, с одной стороны. А с другой стороны, мы 30 лет уже находимся в новой, вот этой новейшей России. И, пожалуй, что пора что-то с этим делать. К концу оперативки, судя по всему, Ради Фаридовичу опять привиделись тетеньки с вилами и наколотыми на эти вилы щитами за отопление. И Ради Фаридович опять заговорил про штаб обороны от жителей с вилами. Собственно, о штабе, который он заставил создать в мэрии. Ну, надо сказать, что Хабиров начал с неких таких признаний, с самокритики. Дословно он сказал так. С управленческой точки зрения создание этого штаба не лучшее решение. Но, учитывая опыт прошлого года, в этом году штаб нужен. То есть, переводя с чиновничего на русский язык, скажу так. Решение это неверное, но я так боюсь, что ко мне опять в Белый дом придут тетеньки, что пускай лучше этот штаб будет. Собственно, Греков тут же отчитался о работе штаба. Уже 1500 звонков раздалось к нему туда. И жители интересуются, когда же будет отопление. Ну, надо же, Сергей Николаевич, а вы думали, о чем они хотят с вами поговорить? О том, как чудные в Подмосковье вечера или что? Или про хруст французской булки? Да нет, конечно. Штаб отопления вам будет звонить про штаб отопления. При этом Хабиров, выслушав Грекова, сказал ему, сообщил Сергею Николаевичу о главном принципе работы этого штаба, ну, по крайней мере, в его представлении. Заключается он в следующем, цитирую. Должно быть так. Один звонок и вопрос решается. Конец цитаты. Ну, елки-палки. Ну, вот сколько можно жить в этой стране грез, Ради Фаридович? Вот это вот один звонок и вопрос решается. Ага, звонит тетенька и говорит, здрасте, Марат, ну, там, Гай Фулин же у них на связи. У меня тут нету отопления, Марат говорит. Все, вопрос решен. В смысле? Отопление появилось, что ли? Ну, нет, конечно. Ну, вот бессовестная вот эта вот картина, которую нам рисуют на оперативках, пожалуй, что она только подхлестнет людей к покупке новых блестящих вилл с острыми зубцами. Так что, Ради Фаридович, я думаю, что придется в этом году вам встретиться с тетеньками и посмотреть им в глаза.